МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2011 года Эрик Яганян служил в миротворческом подразделении вооруженных сил Армении. Был разведчиком. 27 сентября, в первый день 44-дневной войны, в Арцахе Эрик находился дома. Друзья рассказывают, с миротворческой миссией Эрик должен был уехать за границу. Дни его отсутствия совпадали с днем рождения дочери, и Эрик предпочел остаться в Армении. По началу войны позвонили из командования, дав приказ собрать вещи и отправиться в воинскую часть. Семья так и не узнала, на каком именно участке линии фронта находится Эрик. 21 октября связь с Эриком пропала. Родные стали беспокоиться, подумав, что Эрик ранен, так как обычно в течение дня Эрик по несколько раз звонил родным. Эрик погиб 21 октября возле села Драхты Гадруцкого района. Тело Эрика семья нашла через неделю после его гибели. С Эриком был его друг Манукян Алик, также служивший в миротворческих силах. На позициях села Драхтыг Эрик и Алик оказались в блокаде, продолжая сражение с противником. Их было четверо, командир Артак Тунуян, Алик Манукян, Эрик, подполковник Сергей Аветисян, который был за рулем. Алик был ранен в ногу, командир в руку. Ранение Эрика было смертельным. Прибывшие на помощь солдаты вывели раненых из засады. Далее их перевели в госпиталь Кармиршукас, затем в Степанакерт. Через некоторое время друзья забрали тело Эрика, доставив в госпиталь Красного базара. 40-летний Эрик Ягонян посмертно награжден орденом «Боевой крест» второй степени и медалью за отвагу. 27 января 1919 года на военном заседании Константинополя Мустафа Кеммаль сказал о младатурках следующее. «Совершены невиданные, непописуемые и непостижимые преступления для обеспечения личных интересов, доведя страну до нынешнего состояния, применив все виды насилия. Организовали депортации и погромы, нефтью подожгли младенцев, присутствие мужей и родителей, насиловали женщин и девочек, разлучали детей с родителями, конфисковали недвижимость и имущество армян. Армян депортировали в Муссу, доводя до плачевного состояния тысячи невинных, были брошены в море, людей репрессировали, заставив изменить веру. Голодных стариков месяцами заставляли ходить и работать. Молодых женщин отправляли в ужасающие общественные организации, не имеющие аналогов в истории какой-либо нации. Уже в феврале начался суд над лидерами младатурок, которые обвинялись в преступлениях, совершенных во время войны, втягивании страны в разрушительную войну. Среди выдвинутых обвинений также было обвинение в организации и осуществлении резни армян в Османской империи. Однако приговор, вынесенный некоторыми лидерами младатурок, носил заочный характер, поскольку они успели в конце войны бежать из страны. 5 июля был оглашен вердикт главарей младатурок, согласно которому четверо из 30 преступников Таладжемаль Эмбер и Назим были приговорены к смертной казни. Остальные 27 к лишению свободы. Бельгия обеспокоена эскалацией напряженности вокруг Нагорного Карабаха, заявил министр иностранных дел Бельгии Аджал Лабиб. На пресс-конференции в Ириване. Единственный путь решения этой проблемы – переговоры и компромиссы. Как трудно бы их не было достижения. Достигнутые в 2023 году договоренности, в частности в рамках организованных Шарлем Мишелем, встреч являются положительным прогрессом. Главы двух стран подтвердили территориальную целостность стран. И я приветствую смелые заявления вашего премьер-министра на пути установления мира. По словам главы МИД, Бельгии, последние переговоры в Бюсселе показали, что мирное соглашение близко и главы двух стран обязаны сделать все, чтобы армянские и азербайджанские народы жили в мире. Правительство Западной Армении не раз обращалось к официальным заявлениям международных структур и государств. Мы приветствуем любое разумное заявление, направленное на защиту интересов Арцаха, которые не в подчинении Баку и его коренного народа. Для нас чужды и неприемлемы те подходы, которые воспринимают Арцах и коренных Арцахцев как общину или жителей Баку. Напоминаем, Арцах – провинция Западной Армении, Арцахцы – коренной народ. Требуем помнить об этом и уважать права арцахцев. 21 августа председатель Национального собрания Арцаха Давид Ишханял принял главу русской общины НКР Александр Бордова. Об этом распространило сообщение Национального собрания Республики Арцах. Александр Бордов представил деятельность русской общины Арцаха «Проблемы, связанные с жизнью общины, реализуемые меры». Далее стороны обсудили вопросы, направленные на укрепление связей и сотрудничество русской общественности и законодательного органа. Как сообщает еженедельная газета Константинополя, ОКОС в силе Вакив в Западной Армении, пострадавшим от сильных землетрясений 6 и 20 февраля, начали с работы по сносу сильно поврежденных домов. В деревне насчитывается 15 поврежденных домов. При сносе домов изменится очертание села. Кроме железобетонных зданий будут снесены поврежденные старые каменные дома. Патриарх Саак Машалян, приехавший на прошлой неделе в село на праздник Пресвятой Богородицы, во время проповеди сказал следующее. Церковь будет реставрирована. Расходы на реконструкцию церкви будут покрываться патриархатом. Машалян также представил, как будут распределены общения при церкви, пожертвования, собранные для пострадавших от землетрясения под юрисдикцией церкви и патриархии села Вакив. Как передает Ларагир АМ, грузинский пользователь опубликовал запись и фото. Купет держит джики, леопарда или тигровую шкуру. Эта блестящая работа с удивительной точностью отражает особенности армянского атропологического типа. Именно в этот период армянские монахи выезжают в Ирландию. Единственными людьми, чья культурная и экономическая деятельность в 7-8 веках охватывала такую обширную площадь от Ирландии до Китая были армяне. К сожалению, в Грузии широко распространилась турецкая и азербайджанская антиармянская пропаганда, которая отвратительно фальсифицирует и подрывает историю великого народа. Просматривая сотни источников нашей истории, я также увидела множество первоисточников армянской истории, анализ которых может дать только один вывод. Культурный вклад армянского народа в историю человечества один из величайших и важнейших. И в завершении новостей послушай музыкальное произведение в исполнении Сусанны Сиротэгян. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!